Самый интересный момент, смена калибров. Универсальное ружье, для выживания где-нибудь в лесу лучше и нет ничего. Вот этот штуцер МР-18МН, калибр 223 и с помощью нехитрой манипуляции можно поменять стволы на 12 калибр. То есть мы берем, отсекиваем цевьё, снимаем ствол нарезной в калибре 223 вместе с прицелом. Цевьё тут, кстати говоря, идёт отдельно. Своё, да? Да, нет, но это цевьё. Их два, короче. Берём ствол 12 калибра, отстёгиваем цевьё. Как в обычной одностволке отстёгивается легко. Вставляем в колодку и пристёгиваем цевьё. Вот теперь у нас одноствольное ружьё 12 калибра со стволом длиной 660 мм и со сменными дульными сужениями, начиная от цилиндра, заканчивая полным чоком. А толщина ствола какая здесь? Да тут толстый ствол. Почти как на Сайге. Ну здесь 1000 этих выдерживает. Давление 1000 атмосфер или паскалей. 900. Тут, короче говоря, такой нормальный запас прочности. 900 МПА. Это что такое у нас? Мегапаскали. Мегапаскали, да? Вот. Довольно-таки толстый ствол. А ещё можно использовать вместо ломика. Патронник Magnum можно стрелять патронами как 70-ми, так и 76-ми. Указатель взведения, что курок взведён. Пропил сделан, чтобы стрелять пулями в этом наплыве. Ну, короче, это вот универсальное оружие. Вот это универсальное оружие для выживания где-нибудь в лесу. Вот. Допустим, можно стрелять на дистанцию до 300 метров нарезным патроном. И дробовым патроном можно стрелять, как обычно, на пернату дичь, на боровую дичь. Вот. На каких-то там крупных животных пулей. Допустим, лось, кабан. На дистанции до 50 метров, да? Вот. Вот такой вот аппарат. И цена его всего лишь составляет 16 тысяч рублей. Всего лишь 16 тысяч рублей. Вы имеете два ружья, у одного из которых у винтовки кованный манлихеровский ствол Штайр. А давно ты его покупал? Ну, сколько? Четыре года назад. Ну, поэтому цена такая. Да они и сейчас стоят, Серега. Они и сейчас стоят где-то 13-14. То есть, ничего не изменилось. Достойный аппарат. А как стреляет, мы уже сегодня видели. А стреляет, что на 100 метров в минуту угловую, что на 250 метров в угловую минуту попадает. Я его называю лазерный луч. Куда целишься, туда и попадаешь. Та, где еще? Да. После рассказа Фила о своем аппарате мы решили пострелять из него самокрутными патронами. Пуля Лимана, сборка Максима и по три выстрела. Все в те же мишени на 50 метров. Получил ценные указания от Фила, что не надо сильно попасть в полу. А как сделать, чтобы не легал этим выступом? Палец вперед. Впаданный шейф. Четвертый кат. Вот так, что четвертый кат. У вас сразу хочется пальцем. Это надо видеть, сколько там пороха. Максим, глядь. На соколе? Да, на соколе. Да. Я вижу отсюда по дыму. По запаху по дыму. Красота. У меня другого нет. Куда? Блин, да. Куда? Питом. А вот так вот. Вот так вот. Курс молодого бойца для одностволки от фила. Что, приготовились? Будь, что будем, была не была. Видимо, еще сильнее оно бьет в плечах. А когда стоишь, то оно меньше лягает. Давай со стояка стреляй лучше. Фил запугал Максима. На рычаг нажимай и переламывай. На рычаг нажми. Нет, смотри, вот полночь нажал, вот так. А, значит я не доживал, все легко. Я боюсь, поэтому ее брать не туда. Но сломать МР-18 это очень сложно. С плотом ты вряд ли ее сломаешь. Мы с мешками три серии ломали МР-18. Это он сказал про МР-155. Он сказал, вот он так плавно отъезжает, как на лапе. Кто-то говорит, что на Амурке отдача большая. Сейчас ее увидим. Попал. Только вот куда? Не знаю. Ну куда-то да попал. Пойдем посмотрим результат. Еще как непривычно. Вот мне держал уже сколько-то, я не знаю, лет 5. Это вообще непривычно. Ну, Фила заставлять стрелять из Мурки мы не будем. Пойдем смотреть. Смотрим, как у нас МР-18 пролетело. У Максима раз, два, это точно он знает. И третья, скорее всего, вот здесь. То есть у него раскидало. Но он стрелял стоя. Давайте это учитывать. Я стрелял с упора. Вот мои. Раз, два, три. Это тот самый Лиман, который у нас не полетел из Мурки. Целился я, правда, вот сюда. Но ушло он немножко вниз. Он вниз и лево уводит. Да. Это я уже понял. Потому что я целился сюда. Примерно вот в эту вот область. А получилось, что вниз и лево вот оно пошло. Ну у тебя примерно то же самое. Целился сюда, а у тебя вот вниз. Ну вот я этим же патроном стрелял из МР-155. Вот результат. У меня все уходило вправо и вверх. То есть один патрон, один стрелок, разные ружья. Вот так вот. Вот все постреляли. Ружье собираем обратно. Штуцер. Из-за ветра все равно ничего не слышно. А обратная сборка гораздо проще. Да уж. Не, пушка классная. Блин. Вот ни грамма не пожалел, что ее купил. Были сомнения насчет девятки даже. Зачем она мне нужна. Вот. А здесь по соотношению цена-качество, цена патрона, цена винтовки и точность выстрела. Это просто вот, ну, это 100 баллов. Ребята. Еще бы третий ствол. 308 или 54, да? Нет, сюда бы 308 еще. Вот. Ну, да. Ну, отдельно нереально сейчас купить. Нет. Даже если купишь, подгонки поставишь, она не подойдет. Либо болтаться будет, либо не закроется. То есть надо на завод посылать. Чехол сам шел? Да. Опять же, все бюджетно, да, Серега? Ну, ты помнишь мой принцип, да, что все должно быть бюджетным. А СКС снайперский? Ну, СКС-то это да. Я имею ввиду чехол. Ткань, да, такая. Она прочная, непромокаемая. Вот. Не знаю, как она называется, но она очень прочная. Ее иголка прошивают с трудом на машинке. Ты как Кот Матроскин. Я еще и на машинке умею, и вышивать. Есть еще идея, люди делились. Чехол делать из старых джинсов. Из джинсов? Да. Прямо штанин отрезаешь, да? Снова обрезаешь, да, и все. На этом рассказ об очередном оружии Фила завершен. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ